Отборная флата, револьник. Определенные волнения были перед игрой. Целиком брать четвертую игру за неделю. Видно, что игроки хотели играть. И еще получилась игра особо на начале, особо на падении. Когда мы доминировали за первый минут, сколько там еще, много вперед. Потом очень важно было, мы не успокоились. Мы продолжали, скажем так, атаковать с хорошим процентом, без такого технического брака нападения. Но, конечно, защита, все уважение к команде Черкассы. Но в первом тайме они забили, сколько там, 41 очков, кажется. И за игру 75 все-таки многовато. Но это так и должно было быть. Очень часто, если есть очень хорошее нападение, то иногда просто элементарно защита забивается и теряется концентрация. Есть то, что есть. Главное, я не помню, когда у нас была игра. Наверное, никогда. 28 из депутативных передач. Ну, это очень-очень хороший показатель. Это показывает, что играла команда. Айнарс не помачивал. Рокомментируйте, пожалуйста, новое приобретение Буди Валлика Кикера там. Где? Ага, ну вообще. Вы знаете, что раз я ничего не знал. Да, у нас есть приобретение. Надеюсь, оно скоро начнет тренироваться с нами. И, как можно, скорее, надо ему показать, чтобы заиграть все-таки. Хотя он, по-моему, высокого уровня игрок, но все-таки надо время, чтобы адаптироваться. И у нас были определенные проблемы. И в течение этого текущего сезона позиции большого. Большего кирпо-верфорда или пятой позиции игроков. Он своим опытом, своим пониманием игры, своим ростом и своим талантом нападениям может нам только помочь. Как я это вижу. Но он признан здесь на помощь. В прямом смысле. Он будет играть столько это будет необходимо. Как я уже говорил несколько раз, мы не имеем права ничего ломать в команде. Потому что у нас есть очень много игроков, которые сделали большое дело до этого. Но, как я говорил, и к своим пониманиям, баскетбол опытом он очень пригодится. Спасибо.